Сегодняшняя тема По статистике, больше 95% вечеринок и дружеских встреч, особенно долгожданных, сопровождаются употреблением алкоголя в разном процентном содержании. Наверное, каждый сталкивался с тем, что пьяный друг становится просто невыносимым, причем дело не только во внезапной агрессии, но и в целом проблема заключается в изменении в поведении человека, что доставляет большой дискомфорт окружающим. Мы расскажем о самых популярных изменениях в поведении после очередного бокала горячительно, вот интересно, узнаете ли вы хотя бы в одном пункте себя или своего лучшего друга. Мистер Хайт Самый опасный для окружающих тип, особенно если подобная трансформация происходит с крепким мужчиной. Даже самый спокойный человек может буквально за пару часов поверить в свои силы настолько, что готов крушить все вокруг. Сложно ожидать от такого человека рассудительности и доброжелательности, а потому, Хайдов, очень не любят в компаниях, причем на утро этот человек может вообще ничего не помнить и не понимать, почему друзья не хотят брать трубку уже второй день. Энергайзер Энергайзер Похожий на «Мистера Хайда» тип, но немного в другом направлении, человек, под градусом, активен, но не причиняет большого вреда окружающим. Как правило, эти любители выпить в обычном состоянии стараются не выделяться из толпы, но стоит согласиться на уговоры друга выпить чуть-чуть, их уже не остановить. От такого друга на веселе можно ожидать выходок, за который будет стыдно не только ему, но и вам, если вы решите взять его в свою компанию. Будьте аккуратны, милашка. Чаще всего в такое состояние впадают женщины, даже если они выпили больше, чем мужчины вокруг. К слову, этот тип опьянения встречается не слишком часто и считается самым безобидным. Женщина в таком состоянии может просто молчать и глупо улыбаться, при этом не проявляя активности. Она едва ли попадет в неловкую ситуацию. Разве что упадет с барного стула, пытаясь успокоить свою подругу, энерджайзера. Барный кантон. Самый занудный тип, которого не любят, как и «Хайда», хоть «Кант», и является противоположностью. Этот человек и в обычном состоянии стремится поделиться невероятно умными, на его взгляд, мыслями, однако уже после пары бокалов его будет не остановить, ведь он расскажет вам все, что вы хотите, и особенно, не хотите знать. Друзья стараются либо не наливать своему коллеге, философу, либо стараются контролировать поток сознания друга. Однако чаще всего он находит себе «жертву» в компании, которая будет выслушивать его весь вечер. Ставь лайк и подписывайся.